МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет-привет всем! Эта программа есть туда и в студии сегодня готовят Екатерина Варуина и Артём Столяров. Сегодня мы делаем что? Давай напомним. Жареные бисквиты с кремом горячий шоколад, с соусом из апельсина. Все просто. Горячий шоколад у нас уже готов. Мы его, по-моему, один или два раза делали в программе. Два, сегодня третий. Сегодня третий раз. И в целом вы можете рецепт найти на нашем сайте, в Инстаграме или посмотреть даже на Ютьюбе. Напомню, молоко, 250 грамм шоколада, желтки, да? Три желтка. На сайте все написано. Три желтка. Три желтка, собственно. И сейчас... А сейчас мы переходим... Значит, готова цедра для апельсинового соуса. Сейчас, Катя, снимаем вот эту, значит, шкуру. Беленькую, да? Да, белую, чтобы осталось. И даже ничего, если он немножко будет такой, как бы, квадратный? Ну, посмотрим, посмотрим. Старайся. Я очень стараюсь. Пока я стараюсь. Хозяюшка. Так. Снимаем. Знаешь ли ты такое сложное слово, как тейпирование? Тейпирование. Так, что-то... Мы, по-моему, эту тему затрагивали в одной из передач. Да, да. Но я не припомню. Слово сложное и, скорее всего, редко используемое в моей жизни. Ну, я тебе скажу, у каждого мужчины это редко используемое слово. К счастью или к сожалению. Это сложный вопрос, потому что сегодня у нас будет сюжет о тейпировании тела. Я немножко тебе расскажу предысторию. Это новое направление такое от слова «тейп». Пластырь такой специальный. И с помощью него можно даже нейтрализовать боли. Представляешь? То есть там есть какие-то... Он пропитан какими-то веществами? А вот нет. Или что это? У него существует такое специальное натяжение у тейпа. У меня так не получилось, как у тебя. Я не могу так. И специалист может определить... То есть условно он делает корсет на определенное место. Такой местный корсет на твою мышцу. Да. Вот. То есть он помогает? От боли в спине, в шее и других. Слушай, может быть... Кстати. Может быть это тот пластырь, который встречается у боксеров при рассеченной брови для того, чтобы не зашивать. Мне кажется, это немножко другое... Другая его функция, да? Да, другая функция, потому что там это больше стяжка идет, чтобы образовался рубец, да, такой вот без... Безшовный, да? Безшовный, да. А тут именно направлен на боль. Ну, собственно, подробнее лучше, мне кажется, посмотреть, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Смотрим прямо сейчас сюжет. Интересно. Здравствуйте, с вами Мария Суботина. И сегодня я вам расскажу о тейпировании. Кинезиотейпирование – это очень интересный метод, помогающий поддерживать мышцы, снимать боль, а также имеющий лимфодренажный эффект. И сегодня мы разберем такую частую ситуацию, как боли в спине и как этот вопрос решить в домашних условиях. Нам понадобится непосредственно тейп. Это пластырь хлопковый на клеевой основе, и с помощью него мы будем решать поставленную задачу. У нашей модели боли в грудном отделе. И сейчас я покажу аппликацию, которая способствует уменьшению этих болевых ощущений. Для начала, приложив тейп к телу, отмерим нужную нам длину. Отрезаем два одинаковых кусочка. Теперь наши полосочки нужно по краям обязательно скруглить. Таким образом, тейп будет более практичен в носке, ведь края у нас не будут загибаться и отклеиваться. Мы надрываем край тейпа, освобождаем замочек, который наклеим на кожу без натяжения, предварительно попросив нашу модель максимально скруглить спину. Мы наклеили аппликацию с двух тейпов, которые будут стабилизировать мышцы нашей спины. Но для того, чтобы снять именно боль, нам нужно будет наклеить декомпрессионный тейп именно на точку боли. Мы попросим человека, испытывающего боль, показать нам место, где болит, и будем клеить именно туда. Надрываем тейп посередине. И замочек у нас в этом случае будет между тейпами именно на той точке, где больно. Крепим без натяжения и по одному концу, растягивая тейп с натяжением процентов 20, наклеиваем концы тейпа, клеим без натяжения. Подобные аппликации, они имеют эффект корсета, но в отличие от корсета, они простые в носке, и их можно скрыть под одеждой. Аппликацию у стейпов можно носить до 5 дней. С ними можно спокойно мыться и спать. Снимать все-таки тейпы лучше, предварительно смочив косметическим маслом. Мы сейчас переходим к тому самому апельсиновому соусу, да, и Артем мне показал, как правильно тут секторами чистить апельсин, вырезать вот эти сектора. Апельсин, оказывается, должен быть абсолютно без вот этих белых прожилок сверху. И теперь, не знаю, правильно у меня получается, Артем, нет? Нет, прожилки должны... Нет, ты отрезаешь вместе с прожилками. А, нужно внутрь. Да. Вот без этого что было. Совсем. Хорошо, видите, учусь, учусь. От сыра перехожу. Так, я пока раздавлю сок апельсиновый, выдавлю. Да, что-то они не шибко-то богаты соком, эти апельсинчики. Достались нам. Все-таки... Возможно, потому что он течет весь здесь, когда я вырезаю его. Все-таки нам повезет, надеюсь, мы какую-то часть добудем. Да, ну апельсины бывают сочные, бывают нет. Все вырезаю, да? Все? Да. А ты знаешь, вот все... Вот, чтобы вот этого не было. У тебя должна получиться, как апельсиновая книжечка с такими страничками. Ага. Вот, это чтобы... Ох, непростое это дело. Кстати, шоколад. Он же еще используется и для красоты, не только вовнутрь, но и наружу. Да, это... Всевозможные шоколадные... Буржуйские панты. Обертывания. Шоколадные обертывания, да. И золотые чипсы. Тебе не нравится, да, когда продукты используют мне по назначению? Нет. В тот момент, когда обертывается в шоколад, я не считаю его продуктом. Нет. Тут дело не в этом. Дело в том, что... Ну, нет никаких научных доказанных обоснований, что это полезно. Наверное, это больше приятно. Больше приятно. Может быть. И успокаивает, наверное. Приятно. Не знаю, что... Ну, проще съесть, наверное, да? Не было никогда желания вот окунуться вот в такую массу. У женщин, наверное, такое желание. Знаешь, почему я тебе объясню? Потому что нам сладкого не так часто можно, к сожалению, да? Особенно тех, кто ведет себя. Выбор-то у вас невелик. Да. И хотя бы... Годики, годики. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Сказал Артем. Ну так вот, я продолжу мысли. Внутрь нельзя хотя бы наружу шоколад использовать, да? И почувствовать тот запах вкусный, который, кстати, сейчас витает и у нас на кухне. Сейчас посмотрим видео как раз таки о том, каким ухищрением прибегают женщины, чтобы оставаться красивой, молодой и привлекательной, между прочим, для вас мужчин. Понимаешь, Артем? Это ваши проблемы. Мы знаем, что нам нужно. В общем, смотрим, пока мы с Артемом обсудим эту тему за кадром. От регулярного ухода за телом зависит, сохранит ли кожа рук, ног и бедер свою упругость или будет увядать и станет дряблой. Первый шаг в домашнем уходе – очищение кожи. Принимать ванну не рекомендуется чаще двух раз в неделю, поскольку ванна сушит кожу. Для смягчения воды добавьте в нее соду и эфирные масла, которые способствуют тонизированию кожного покрова. Не забывайте о том, что обновления невозможны без очистки дермы, которые способствуют пилинг и скрабирование. Пилинг для сухой кожи достаточно проводить один раз в неделю, для жирной – два-три раза в неделю. В качестве скраба можно использовать кофейную гущу, либо морскую соль в сочетании с медом или оливковым маслом. Также можно приготовить скраб с перцем. Для его приготовления потребуется корица – пол чайной ложки, соль – 4 столовые ложки, перец черный крупного помола – пол чайной ложки и масло оливковое – пол чайной ложки. Соединяем все ингредиенты, тщательно размешиваем. Теперь скрабом можно воспользоваться. Такой рецепт подойдет особенно тем, кто занимается спортом. Ингредиенты смеси, а именно корица и перец, способны усиливать эффект от тренировок. Полезно также посещение бани, особенно финской или русской. В последнем случае очень хорошо воспользоваться березовыми вениками. Очень хорошо для кожи будет массаж сухой щеткой. Он стимулирует кровообращение и разгоняет лимфу. Делать массаж нужно обязательно перед приемом ванны или душа по сухой коже. Этот метод поможет избавиться от синяков, целлюлита и растяжек. Не забывайте о том, что своевременный уход за кожей позволит значительно отсрочить процесс ее старения и сохранит ее привлекательность. Апельсиновый сок с цедрой у нас отправились уже на плиту. Да. Что бы мы добавили? Какой сладкий соус получится! Возможно, апельсины были достаточно кислые, чтобы нейтрализовать. Да. Я уверена, что так и будет. Это не я сахар пересыпал. Это просто были очень кислые апельсины. Цедра, сок апельсина. Мы сейчас слегка это дело доведем до кипения. Добавим сливочное масло. Сначала до кипения. Я думаю, он уже начинает пузыриться потихонечку. Да, абсолютно ретушево. Вот. И что ж, готовимся к приготовлению самого непосредственно бисквита. Ответственного. Ответственного. Я уже готова морально. Вот он закипел, закипел. Я наблюдала за ним в твоё отсутствие. Красота. А скажи мне, пожалуйста, что нам даст цедра, если у нас уже там есть апельсин? Дело в том, что вот эти вот ароматические самые масла, которые в барменском искусстве называются ангастура, это вот это с парфюмерной точностью выжатый апельсиновый аромат. Это то, что дети любят брызгаться мандариновыми шкурками. Да, да. Вот это и есть. Вот это вот самое ароматное масло. Оно и содержится в этой шкурке. Горечи не имеет, потому что горечь это белая часть. Вот та самая, которую мы срезали. Точно. Вот мы довели до кипения с сахаром. Сейчас апельсиновый сок. И цедру. А куда еще можно цедру добавлять, помимо вот соуса? Куда-то в тесто можно, например, в нее добавить? В тесто обязательно, в кексы, в пряники, в печенье. Я как-то добавляла в сырники. В чизкейки обязательно, естественно. Вот, ну, в сырных что-то и есть чизкейки только. Только творожные, да? Да. Да что, в коктейли. В общем, все, чтобы приобрело больше запаха, да? Да. Да можно и добавить даже в шоколад заворачивайтесь. Немножко цедры. Оно лишним не будет. Это будет антицеллюлитный уже эффект, я вам сказала. В шоколадное обертывание. Да. Шоколад плюс цедра апельсиновая лихона, да? Да. Так, значит, пять яиц. В студию. Так, раз. Оп, вот это. А что это такое? Маленькая неприятность в виде скорлупы. А-а. Можно я его даже разобрю? Два. Господи. У меня лицо раскрошилось просто. 150 грамм сахара. Так, у нас есть весы. Весы, которые? И еще у нас есть сахар. Сахар есть. Весы сейчас найдем. Нашли весы. Отмеряем. Сколько? 150. 150. Так, сейчас подзаведутся они. Долго думают, долго думают. Не без этого. Оп. Техника. 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 Артем, а все-таки вот... Молодая. Какие весы, точнее? Такие электронные или ты старинными со стрелочкой аналоговыми пользуешься? А старинные нет. Для кондитерки там все точно грамм в грамм должно быть. Поэтому какие со стрелочкой? Нет. Значит, все-таки электронные весы в помощь, да? Электронные, поверенные, обязательно весы специально. Ну, есть такая штука, как поверхность. Я знаю. Это обязательно. И то есть прямо вот выдает паспорт, да? То есть все как положено, да? Обязательно. Паспорт, документ раз в год, это все должно быть. Все очень серьезно. Чтобы, собственно, рецепт получился и блюдо получилось. Так. Так, 150. Муки. Мучички. Минуту. Да. А муки сколько? Так же, да? Да, давай тоже 150. Так, это у нас сейчас запись идет? Да. А, да? Да. То есть вы смотрите? Да, да. Вы смотрите? По ту сторону есть люди, Артем. Так, остывающий соус, сливочное масло, уваренное с апельсиновым соком и цедрой, добавил немного сахара и в остывающий соус, внимание, не в кипящий, а именно в остывающий, наши прекрасные, красивейшие апельсиновые дольки. Вот, вот, вместо того, что в сковородку их отправлять, скажете вы, вот так съесть и все, надо же так извращаться. Но результат того стоит. Так, 100 грамм я отмерила. Почему в остывающий, потому что вот эти апельсиновые сегменты, апельсиновые дольки при нагревании очень-очень быстро теряют свою форму, а мне бы этого не хотелось бы. Поэтому вот так, и вот уже бисквиты с шоколадным кремом ждут, не дождутся, пока соединятся с этим соусом. 100 грамм, 100 грамм муки. 150. 150. 150. 150. 5 яиц, 150 грамм сахара, 150 грамм муки. Миксер. Допаем. Немного терпения. И вот чем бисквит наш будет отличаться. Вот, 150 все. Да, от бисквита запеченного мы еще в конце добавим туда сливочное масло. Все. Миксер в студию. Высыпаем. Вот такое у нас. Вот, яйца с сахаром взбиваем до очень пышной пены. Потом аккуратно вводим муку и сливочное масло. Артем, можно я тебя спрошу? Пока ты делаешь этот неприятный звук миксером, мы можем прерваться на рекламу, дабы пощадить уши наших зрителей? Так я к чему и, собственно, и говорю-то. Да. Напоминаю, с вами программа «Есть». Туда и в студии готовят Екатерина Воронина и Артем Столяров. Тесто уже у нас на полпути, да? Вводим как раз-таки муку, 150 грамм. Получилось пышное. Почти все точно так же, как и с белками, да, должно получиться? Нет, белки гораздо пышнее взбиваются. Ты имеешь в виду для бизе? Да, то есть, ну вот, примерно такая же консистенция. То есть, достаточно объемная, несмотря на то, что там желтки. Да, ну вы смотрите, что уже последние несколько минут масса не увеличивается, никак не меняется. Значит, можно вводить муку. Вот, но опять же, заметьте, я перемешиваю не миксером, а лопаткой это делаю, потому что миксер моментально, те пузырьки, которые так трудно нам достались. Да, он их полопает, тесто будет жидким, мы не получим тех пышных блинчиков, которые хотим получить. Так, вот, значит, обыкновенное классическое бисквитное тесто. Вот, ничем не отличающееся. Такое же мы используем, наверное, на шарлотку, да? Абсолютно. Да, вот это тесто. Все, я вижу, нет комков. И растопленное сливочное масло сюда сейчас добавлю я... А сколько? Да, 100 грамм. Тоже примерно, да, 100-150. Да. У нас греется две сковородки, одна тефлоновая, а одна чугунная, да, я так смотрю по ее... Одна тефлоновая, другая была раньше тефлоновая, но она... Но она посудала. Я называю такую посуду бывалая. Но любимая, да, похоже? Много повидала, да, но любимая. Одна из любимых. Вообще, самая любимая посуда, она всегда самая страшненькая такая, вот, на нее без слез не взглянешь. Но зато готовит она отлично, лучше всех новых. Точно. Вот это Катя точно заметила. Вот тесто, оно становится уже таким маслянистым, вот, но, заметь, вот в объеме оно никак не потеряло. Нет. Стало маслянистым, но такое нежное-нежное, как... Получился такой глянцевый эффект немножко от масла, видимо, да? Точно, да. Да, и вот как раз наш бисквит, он будет не таким сухим, как после выпечки, а он приобретет такую пончиковую... Пышность? Нежность, пончиковую такую смачность, что ли, за счет сливочного масла. Так. И сковорода нагрета. Я беру растительное масло. Немного, да? Смажу сковородочку. Вот я ее сейчас почистил щеткой, так как давно не готовил на ней. И вот я сейчас проколю ее растительным маслом, так, до дыма. И потом масло это солью, уберу его лишнее. Вот так. Ну что ж, попробуем. Давай. Дай бог, чтобы у нас все получилось. Очень хочется, чтобы все получилось. А мы, смотри, вот, вот какой вопрос меня интересовал. Смотрите, мы накладываем, как отдельные, да, такие? Ну вот, мы видим, что не тут-то было. Не тут-то было. Нет. Вот, и то, что я хотел, меня разочаровывает. Ну ладно. Давай попробуем на другой. В любом случае, я знаю, как сделать вкусно. Главное, чтобы было вкусно. В этом я уверен. Так, давай, пробуем на другой сковороде. Нет, для этого сначала масло. Масло. Значит, мы напоминаем зажим ватный тампон. Скальпель, зажим. Да, скальпель. Спирт, спирт. Так, лишнее масло уберем отсюда. Оно нам не надо. Так, и вот у нас здесь, вот моя любимая полоская ложка. Вот она. Как я ее называю? Так они должны соединиться в один блин или нет? Нет. Ну ладно. Не получилось шоколадного крема. Шоколадный крем получилось? Наполнить вовнутрь, потому что не такие они уж и пышненькие, как я надеялся. Ну ладно. Потому что он еще не прогрелся. Сделаем, значит, тортик. На ходу. Маленький. Главное, чтобы было вкусно. Главное, чтобы костюмчик сидел. Точно. Первые эксперименты у нас на тарелке, да? Первые эксперименты подсказали мне, что я вам наврал, я вам наврал, но мне не стыдно. Ни капельки не стыдно. Ну, подумаешь, эксперимент, эксперимент. Эксперимент привел нас к другому открытию, которое называется торт из жареных бисквитов. А ты знаешь, что неудачи в экспериментах зачастую потом становятся великими открытиями? Да. Что мы сейчас и наблюдаем. Берем горячий шоколад. Намазываем. Вот эти вещи. Так, Катюша. Давай. Это сейчас поступает в цех к тебе. Хорошо. Мне нужно распределить. Ну, пока шоколада достаточно. Вот так вот, да? Да. Ну, мы сейчас другими же бисквитами распределим. Я поняла. Да. Вот, пошел следующий блинчик. Следующий наш друг. Следующий наш коржик. Ничего смешного. Только кулинария. Так. Это будет очень вкусный коржик. Вот так. И так. Вот так. Выпекается. Выпекается вкуснота, красота. Да. У нас есть большие такие блинчики. У нас есть большие блинчики. Вот еще тарелку бы побольше. Еще больше? Было бы вообще нормально. Ну, давай попробуем. Она больше? Нет, такая же. Да. Ладно, будем делать поменьше тортик, чтобы апельсинчиками... На двоих. Да. Все равно масленица никуда не денется. И поэтому у нас можно масленица. Все равно масленица будет... Значит, этот повод будет удовлетворен тем, что мы приготовили такие необычные блины. У нас получился блинный торт из бисквитов. Но бисквиты, я напомню, мы добавили сливочное масло для придания этому тесту сдобы. Смотрите, вот это вот такой пышный уже получается. Смотрите, какой он большой и пухлый. Ой-ой-ой, мамочки! Оп! Это был практически трюк фокусника, знаешь? Да. Когда подкидывают. Да. Вот так. Сейчас посмотрим второй трюк фокусника. А все будет нормально. Да? Конечно. Поверим Артему на слово, и мы можем прерваться на позитивные новости. Ступайте. Сесилия в ангаре Кеминда родилась в 1938 году. В свои 80 она далека от спокойной жизни в деревне. Бабушка работает на рынке кенийской столицы и стала местной легендой. Последние 30 лет она ремонтирует и устанавливает автомобильные стереосистемы. Ее обычно называют не Сесилией, а Шош. По названию ее компании Шош Саунд Системс. Она умеет чинить аудио и видеооборудование, а также автомобильные блютуз-системы для включения музыки через смартфон. Она также подрабатывает звукоинженером на местной радиостанции и продает звуковые системы. «Если я выполняю заказ клиента, и он видит, что звучание хорошее и работа выполнена идеально, он очень рад. Он рассказывает об этом другим, и они тоже приходят. Когда они узнают, что это пожилая женщина, они приходят сами убедиться. На самом деле многие приходят не ради установки стереосистем, а чтобы просто узнать, правда это или нет». В прошлом женщина перепробовала много профессий. Была и продавцом, и владелицей супермаркета, и водителем. Однажды она поняла, какая ниша остается незанятой. Из-за постоянных пробок кенийцы много времени проводят в автомобилях. Им нужны хорошие звуковые системы, чтобы не скучать. Сначала на курсы по электронике Сесилия отправила своего внука. А у него и сама научилась разбирать и собирать колонки и другие приборы. «Я призываю молодёжь перестать говорить, что нет работы. Нужно усердно трудиться, даже если это чистка обуви, выращивание кукурузы или развозка газет». Большинство клиентов поражены компетенцией бабушки в технологической сфере. «Какой бы товар я ни выбрал, она всегда посоветует, что лучше подойдёт для моей машины. Потом она перейдёт к деталям, расскажет, какие есть функции. Например, USB, Bluetooth, расскажет, как пользоваться этими функциями в каждой системе. Она говорит с диджеями, помогает им, консультирует нас по разным технологическим вопросам. А сколько ей лет? Так что, молодые люди, выделяйте время для развития своего таланта. Не гонитесь за быстрыми деньгами, а осваивайте навыки основательно». В компании «Сесилия», которую она основала со своими детьми и внуками, уже работает 17 человек. Его филиалы открыты по всему Найроби. Все, последний блин у нас дожарен. Я добавляю крем. Да, в центре. В центре, да. Еще добавляю, добавляю. Еще, еще. И еще, еще. И еще. Не размазывай, ты просто добавляй, он сам растечется. Все. А сверху будет шоколадом? Вот еще один. Да. Вот так. Красота. Много шоколада, много радости. Какая-то. Много-много радости. Вся радость, да? Да, по раз, он сам потечет. Вся радость, которая у нас была. Он хочет. Может, поможем ему немножко? Нет, все, все, все. Все, все, все. Он сам. И у нас еще есть апельсиновые дольки. Шоколад с апельсином. Отличное сочетание, да? Угу. Выкладываем красоту наверх. Как раз-таки создает то самое оранжевое настроение. Да, оранжевые потеки. И уезжает немножко вместе с нашим шоколадом. Ну, в общем, такой неуклюжий пирог. О! Пирог? Для детского чаепития школьного. Самое то. Вот, что-то мне напомнило. Знаешь, мы не дети, но все-таки мы тоже будем рады попить с этим тортиком чай. Очень-очень сильно. Мы экспериментируем в эфире. Не всегда, да, идеи, которые мы думали, которые у нас сложились в голове, реализуются прямо точно так же. Но это всегда вкусно, это всегда классно и весело. Вы можете присылать нам свои рецепты. Но у меня для вас еще одна информация есть. Сейчас я исчезну и вернусь. Объявляем конкурс в нашем инстаграме. Переходите на нашу страничку, которая сейчас указана на, собственно, экране. И узнайте там все условия. Выполнив их, получите сертификат в зоопарк чудесный на всю семью. Выполняйте все условия в точности. И очень скоро вы, наверное, станете посетителем этого зоопарка. Артем досервировал наш тортик импровизированный. Я думаю, мы готовы пробовать. Масленица во всем ее проявлении. Хаос на дорогах. Хаос в душе. А мне напоминает это просто хорошее настроение, потому что это будет вкусно. И мы сейчас это все съедим. Ну, можно просто сказать, что это древнерусский торт. Не правда ли? Конечно, правда, Артем. А как вы считаете, так и напишите. К нам в директ, в инстаграм. Ну что, на этом, я думаю, мы можем поспрощаться с нашими зрителями. И, наконец-то, уже попробовать. Да, я так долго, я целую программу ждала этого момента. Да. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok